Рожденный в 30-е годы прошлого века, МИСИС быстро становится одним из лидеров отечественного образования и научных исследований. Важнейшим для Родины материалом накануне Великой Отечественной войны была сталь. Особые марки стали для танков и орудий, автоматов и пулеметов создавались руками МИСИСовцев. После Великой Победы выпускники МИСИСа ставили на крыло первые отечественные реактивные истребители, стояли у истоков космической эры. Первый ректор МИСИС Авраамий Завинягин возглавил советский атомный проект. Шло время, мир менялся, и МИСИС менялся вместе с ним. На смену стали пришли новые сверхпрочные сплавы, а в конце 20-го века и вовсе не существовавшие до этого в природе материалы, наступило время нанотехнологий. Сегодня в стенах МИСИС учрежден Международный научный совет. С 4 по 6 марта проведена его первая рабочая сессия. В ней приняли участие 11 ученых. Большинство из них приехали из-за рубежа, чтобы участвовать в работе совета и прочитать лекции о достижениях науки в своих областях. С приветственным словом к участникам Международного научного совета обратилась ректор МИСИС Алевтина Черникова. Я рада приветствовать вас в Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС. Сегодня для нас очень важное и значимое событие. Первое заседание Международного научного совета. От имени коллектива Национального исследовательского технологического университета МИСИС я благодарю вас за принятое решение войти в состав нашего Международного научного совета. Среди ведущих мировых ученых, приехавших в МИСИС, член Нобелевского комитета Борья Йоханссон, профессор Лейденского университета Ян Рутенбек, профессора Линдси Грир и Гарри Пхадеша из Кембриджского университета, Джозеф Шинар, ведущий ученый из лаборатории Эймса Министерства энергетики США и другие известные ученые из Англии, Германии, Израиля, Нидерландов и России. Зарубежные гости с большим интересом посетили уникальные лаборатории и прочли студентам университета ряд авторских лекций. Сегодня каждый специалист и студент МИСИС уже чувствует себя полноправным участником процессов мировой науки. Общая атмосфера мне действительно очень нравится. Могу сказать, что у меня еще и личный мотив, потому что из МИСИСа и постдоки, и студенты даже сейчас приезжают ко мне в Швецию, в лабораторию. Могу сказать, что все это люди очень одаренные, очень увлеченные, и у нас с ними идет действительно отличная, интересная совместная работа. Поэтому в МИСИСе мне сегодня даже лучше, чем было тогда, когда я приехал сюда в первую очередь. В начале третьего тысячелетия МИСИС получает высокий статус, Национального исследовательского технологического университета. А победа вуза в правительственной программе 5.100 помогает ему реализовывать самые амбициозные проекты для вхождения в число 100 лучших образовательных центров мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok